Всем привет, с вами я, Тексус, и вот второй день квалификации на Минор. От Старладера, Минор будет в Киеве, конечно же, и, в принципе, у нас как бы день второй, но он уже последний. Очень быстрые квалификации, ну и Нави в этом матче на вылет. Играют матч Best of 3 против Team Empire за выход в финал. Луж готов агрессировать, подкоп пошел, там еще будет станчик от Модена, правда у него нет Дабл Эйджо. Разряжает неплохо Дизраптора, есть у него Сандер Страйк, но это не особо помогает в плане того, чтобы выживать, ведь это ФБ для коллектива. Эмпайра в это время сверху, Заяц пытается уйти, но получает каску, неплохой кокос, Феррифайр его спасает, но ненадолго, это минус 2 от Империи. Ой, Некрофос, проблемы там в центре, подъезжает еще и Заяц, неплохо подошел и помогает тиммейту совершить фраг, при этом снизу у нас есть танчик по Кристаллайзу, стоишь рядышком, и, кстати, в центре продолжает сражение, там падает Кингер, ну и по итогу Нави вырывается в тет по счету. О, ускорение для Маледжикл, нашу себе цель, ну, каск тут не поможет, есть Маледикт, но, тем не менее, топорное замедление и в конечную отправляется Кингер, а в это время снизу поджимают Модена, ой, как работает Урса, вкатывание от Заяца, сэйвит тиммейта, получает Дабл Эйдж, но там лишь первый уровень прокачки. Это минус 2 героя у Имперцев, поджимаю, Дримас, Сэнс пошел, замедление, Карапас и Станчиво Саюша, но он не спасает им, это Маледикт залетает поблизи, Нави продолжает агрессию, неплохой Кинодикпилд от Дезраптора, Саюш, Сандерстрайк получил весьма солидный, Глимс, иди сюда, иди домой. Ух, такая вылазка классная тут от Империи пошла, подцепили, прислать здесь подкопчик Стана, окей, дальше Маледикт, ой, как же много, еще и коса вошла, это минус, и без байбека, и под косой весьма обидно, но тут великолепный, шедевральный был, кстати, Шторм, по всей толпе, при этом размен уже есть, но размен лишь на Суппорта маловато будет, нужно дальше убивать, Заяц крадется в Инвизе, а ну-ка, вкатывание, плюс Магнитай, кстати, там очень битые остальные герои Имперцев, и так-то можно весьма неплохо разведить, и да, оно пошло, но, правда, мимо, есть замедление, батл транса тролля, Мэджикл зажинковал, Мадена подкопа Зайцу, отступают Имперцы, потеряв еще и вышку, кстати, к Шторму Мадену поставили порцию вардов, ну все, Мадена раздамажили, у него есть там вида, а сможет ли он убежать, это главный вопрос, нет, никуда он не сможет убежать, его возвращают Глимсом, в это время Зайца на подкоп на косу поймали, ой-ой-ой, падает под косой очень долго в таверне, конечно, неприятно, но нави тут могут немножко еще в плюс для себя выйти, убив Кодоса, правда, у того есть Шрайн рядышком, так же есть у него Гош Роута, кстати, не прожимает Хилыш, лыканой подкоп лишь по одному от Саюша, так что это не спасает жизнь Кодосу, Кристалайз выезжает и начинает заряжать свои Фьюри с пайпой, раздирает кожу, Никс Ассасино, ну еще и Санейка подошел, Глимс залетает, Карапас, но нет, ты тут не уйдешь, хотя сделал максимально эффективно. Да, и уже пуширует центр, там лишь сейчас появляется Баттл Фьюри у Антимага, хотя, знаете, тайминг не самый худший, но Антимаг, герой, которому нужен Спейс, Антимаг, герой, которому нужно попармить, а нави не дают этого времени, тут уже вкатывание за Код, сам в Аху пошел, и туда залетает Статик Шторм, хотя не самый лучший, будем честными, Кодоса вернули, также он на кость под веслом, лечиться не получается, магнетайз, еще и стенка, удар последний, минус готов, он падает, но с байбэком, байбэк есть у него и у нюкса, Маледикт по Зайцу, падает Кингер, ну и все, нави забирают эту карту, тут уже ничего не поделаешь, империя пытается грызаться, но уже все понятно, первая карта за командой нави, Климс по Кодосу вернули, ну вот, в принципе, это уже с последней важной прохватом матча нави взяли, 2-2-8, такой итоговый счет первой карты, очень уверенно от нави, 19-23, ой, 21, конечно же, по таймингу матча, ну, посмотрим, что будет дальше, при победе нави сыграют уже за выход на минор, но пока рановато, нужно взять вторую карту против империи, вторая карта, и у нави снова короночки, здесь есть Заяц на Рубике, ну, возможно, это вам не так знакомо, а вот, конечно же, Мэджикл на Темпларке, и Кристаллайз на Сене, это вы все знаете, го смотреть. Хм, интересный мод Кодоса, он решил пойти и заданается, фаст ТП на базу, при этом недалеко обитает Заяц, возможно, он сможет свой болт вписать, провожает Кодоса Типа, и даже его здесь, но все-таки он не фидит Заяцу, ну, а при этом снизу под вышку смогли загнать и убить Санейка. Опа, Ганг в центр от Империи, крадутся, почти вышли за Мэджиком, Флэйм Гуар очень быстро уничтожает Рефракшн, избивает Темпларку, он пытается разменяться, пытается куда-нибудь уйти, но у него здесь ничего не получится. Увы, ях, это минус, при этом еще и убивают Фуриона, также падает Санейка. Очень хорош крипстату Нави, здесь пошел выход сейчас в центр за Мэджикланы с Зайцами, с подкоп неплохой от Саюша, проблему у Зайца, Заяц должен играть, хотя он не успел выдать Телекинез, при этом Телепорт уже совершает визе, подцепить сейчас можно Саюша, так, статик, что он вардецкий пошел, отлично, готов в минус, прошу прощения, Файр Шторм, а не статик, что он, конечно же, трэпа по Кодосу, но этого парня не возьмешь Кингера в лесу, загоняет Заяц, избивает и не отпускает, даже Болт не решил экономить, при этом поджимают близи, знаете, все-таки размен будет в плюс для Империи, ведь потеря суппорта в размен на Хардленера. Увеска пошла в нижнюю часть карты, при этом Скан кастует Навис, Анейка пока фейс-чекает, дочекался, поймал ДПС. О, Дрима, есть баф от Севена, но он не помогает с крутой эпохи Салайзу, но у того есть Топор, видимо, он научен опытом, конечно же, Артизи, но вот Телепорт ему сбивает Союж, минус два героя у Нави, даже, вероятно, потеря вышки снизу. Нави поджимают, решили спушить вышку, при этом Вижен там есть у коллектива Империи, врывается с Венту, Аква Дриму не сработали, не получилось, эпицентр от Союжа, но в землю трусит, хотя успел подкопать, поймали, убили уже здесь Санейка, есть воровство Бороу-Страйка, Мадена провожают до конца, Маден, неужели он идет на фейзах, отступает, есть взрыв трэпы, в засаде Союж, дабл-кил дамеджи, Кулакодос, выдал реминант, но туда бы я не отступал, Питок Майл Сатос, ай-яй-яй, ТП-хи нет, он умирает, минус четыре у команды Эмпайр, монтирует вышку, ТП очень нагный телепорт, и уверен парень, Дрим, ты зачем так ТП-шишься? И пошел Тюрикен Эсс, въезжает, Питок Майл Сатос, пошел Бороу-Страйк, зачем? Дрим, зачем? Это было очень странно, от господина Керри Дрима, вблизи минус, хотя пошел размен, ну допустим, это был Байт, если побивает, то будет все хорошо, падает, Севен, также упал Андерлорд, Союж в Колдем Рейзе, Зайд провожает сейчас Кингера, Союж ушел в НВ, Зайд, телепорт, неужели уйдет, и там глимсует Союж, да, он ушел, ну, знаете, ай-яй-яй, больно от Мэджикала, знаете, все-таки плюс для команды, Нави, вот, если бы этот, врыв, не был совершен, от Мэджикала, то, можно было подумать, а так для Нави, хотя, они не сломали сторону, а Игис выберна, так, Кингер пошел на разбежку, и ультимативную, если что, он тут должен, хорошую, организовать, если Нави подставятся, там уже падает Сайка, врывается Свен, замесили Сайюша, но у того был Байбэк, а вот Байбэка у Санэка нет, провожают Кингера, но там есть Кунда Брейс, так, Свен, телегонист по Дриму еще, от Рубен Валерича, но, опять же, без смертей, пошел Файр Шторм, и Нави отступает, ну, они Байбэк забрали, так что это в плюс, ой, Дрим подставился, Мантастайл не сыграл, не получилось, фишки не сработали, нужно больше тренироваться, пошел стан от Кристалайза, есть даже какой-то смок, странный сейчас от Нави, ну да ладно, не суть важна, минус 2 Блэкинбара, но также и минус Дрим, трэпа по Кингеру, выезжает Кристалайз, это минус, как же его замесили, на пару с Мэджиклом, по центру намещается, событие, будет файт, Кингера накрыла ультиметом Фуриона, телеканас от Рубика, ворует, для себя полет, Рубик полетели, давай, погнали, в это время Кристалайза, смогли зачинить, ноутовость Блэкинбар, ГДС наваливает в Дрима Сандер, он не прожимает, умирает без Байбека, Гадлайк даблкил для Мэджикла, Кодос минус триплкил, Винтерс Кёрс, слишком поздно, ну и Санейка душит, еще и стан пошел, еще и ворует, для себя Рубик ультимейт, да ладно, еще и Винтерс Кёрс у Рубика, просто максимально провально для Империи, ой-ой-ой, Саюш, куда же ты полез, он падает без Байбека на 72 секунды, это может быть финальная ошибка Империи, у них нет права на эту ошибку, ведь они уже первую карту проиграли, это матч плей-оффа, матч на вылет, Кодос минус, но с Байбеком, Телепорт сбивает Мадену, Мадену тут тоже возьмут, ой-ой-ой, как же плохо, ну ладно, тут хотя бы есть Байбеки, они сразу же залетают, также Байбек остался у ТБ, плюс медалька для Фуриона, закупаются на все бабки, нужно как-то дефать линию. Смоук последней надежды, видимо от Империи, при этом они без Сэн Кинга, пытаются выйти в сторону Рош Питера, Шан Минус, плюс артефакты для Мнави, это Сыра Егис, поймали неплохо Кодоса, и ему тут видимо не поможет, Виверна, ой как вернули, ой даблкил, ну все, это конечное. Ну вот Империя, как бы, да, не смогли всех удивить, вот в квалификациях на Мажор в Париже, там они Нави обыграли, там все прям кайпили с Кодоса, что прям такой жесткий, блочит Аки, искусственный интеллект крипов, но как мы видим, топ 16 они заняли, на Мажоре, а здесь они даже не прошли квалификации на Минор, ну, не пошло у Империи, в плане камбэка, на Тирген Левел, даже на Тирген 2 по факту. Ну что, нас ожидает матч финала, финал Best of 3, Нави против Лила, пустить или душить? Пиши в комментарии, ну и конечно, прожимай палец вверх, и подписку на канал, ну а с вами был Тексас, пока! Субтитры сделал DimaTorzok